Эфир телеканала ПС продолжает программа в центре внимания. В этом году фестивалю «Помним, гордимся, верим» уже исполняется 5 лет. Небольшой юбилей. А как появилась идея проведения его именно в нашем городе, в Архангельске? Отцы и деды нынешней молодежи воспитывались на примере героизма, на примере подвигов предыдущих поколений. И это было залогом их отношения к жизни, отношения к родине, отношения к обществу. Затем был период очень сложный в истории России, когда вопросом патриотического воспитания и вообще воспитания не уделялось особого внимания. Я думаю, вы не станете со мной спорить. И сегодня, скажем, воспитывают своих детей те, чье становление как раз пришлось на сложные 90-е годы. Это особая история, конечно. То есть это был очень сложный период. И сегодня, конечно, вот эти камни, которые были рассеяны в тот период, их нужно собирать и нужно на самом деле возвращаться именно к системному воспитанию подрастающих поколений в духе патриотическом, в духе традиционном вообще для нашего народа, для территории России. И, безусловно, когда в декабре 2009 года нашему городу было присвоено почетное звание «Город воинской славы», это очень всколыхнуло город, если вы помните. То есть это объединило людей, самые разные поколения. Люди были безумно счастливы, поздравляли друг друга. То есть это вот единение произошло такое и пожилых, и молодых. И я просто сама была свидетелем, как радовались и гордились этим званием совершенно молодые люди, студенты, старшеклассники городских школ и так далее. И, конечно, вот в тот момент и родилась-то эта идея. Во-первых, «Город воинской славы» само звание очень обязывает. То есть кому же, как не нам, городам-героям, городам воинской славы, заниматься системно, целенаправленно патриотическим воспитанием молодежи. И вот отсюда, собственно, и родилась эта идея. Очень радует то, что она оказалась жизнеспособной, что она оказалась, эта идея, развивающейся. И вот пять лет, которые сегодня мы уже отмечаем этому фестивалю, и как раз в год 70-летия победы Великой Отечественной войны, что задает, так скажем, ракурс, тематику этого фестиваля. То есть особый акцент, безусловно, теме Великой Отечественной войны и репертуару, который связан с Великой Отечественной войной. Поэтому вот так вот все сложилось, все срослось. И дело в том, что у нас в городе очень патриотичный, скажем так, мэр. То есть для него патриотизм – это не пустое слово. И когда возникла идея проведения такого фестиваля, поддержка была однозначно с самого начала. То есть родились в его голове тоже очень многие идеи, связанные с развитием этого фестиваля, скажем, с рассозданием этой идеи на нашей территории. И вот мы, собственно, успешно растем, развиваемся. С каждым годом фестиваль набирает обороты. И если, скажем, первые фестивали, они были для всей молодежи, а молодежь, как вы знаете, скажем, по статистике, это 14-30 лет. Затем мы пришли к выводу, что все-таки маленьких, маленьких молодых людей, которым 14, скажем, до 18, наверное, рановато нам на этот фестиваль приглашать, пусть они еще подрастут. То есть фестиваль стал только, скажем, местом проявления своих творческих способностей для взрослой молодежи. Главным образом это студенчество, безусловно. И сегодня у нас возраст участников фестиваля 18-30 лет. То есть это как профессиональные номинации, что, скажем, в номинациях вокальных, хореографических, в художественном слове, скажем, в видеофильмах, фотографии и так далее, так и любительских. Конечно, главным образом участвуют в нашем фестивале любители, студенты. Вот, собственно, основная категория участников фестиваля «Помним, гордимся верим». Ну, сколько я поняла, фестиваль видоизменился, да, от первого проведения фестиваля. И вот сейчас пятый фестиваль изменился, безусловно, изменился. Он набирает обороты и развивается. И что приятно, что он, конечно, востребован очень и уже популярен. То есть, вот, скажем, в прошлом году у нас было порядка 20 городов-участников. В этом году у нас 19 городов. Часть городов, 14, участвуют очно в фестивале. Остальные города заочно. То есть они прислали свои творческие работы для того, чтобы их оценили. Это главным образом фотоработы, видеофильмы, снятые как раз о своих городах, вот о родных своих городах, воинской славы, городах-героях. И, в принципе, есть коллективы, которые из года в год приезжают к нам на фестиваль. То есть они меняют репертуар, безусловно. Они стараются удивить Архангельск, безусловно. Город стал для них уже очень-очень близким и понятным, родным. И, конечно, показать свои новые, скажем, работы и посмотреть, безусловно, работы других. Вот таким коллективом является шоу-балет, но работающий очень-очень патриотично и в очень такой выдержанной тематике. Такой вот философия патриотизма в этом коллективе, безусловно, присутствует и очень мощно присутствует. Это шоу-балет «Флорес» и «Скулпина». Второй год к нам приедет коллектив вокальный «Акро». Это профессиональный коллектив. То есть есть коллективы, которые просто ждут этот фестиваль ежегодно и готовы участвовать в нем бесконечно. То есть появилась дружба такая между городами. Правильно, безусловно. То есть фестивальная программа, она очень разнообразная, кроме того, что, безусловно, конкурсные показы, конкурсные концерты, которые проходят у нас не в пустых залах, когда, в общем-то, участники фестиваля только друг друга и видят. Обязательно залы заполнены зрителями и даже конкурсные концерты у нас очень востребованы. То есть вот несмотря на то, что в 11 часов будет первый конкурсный концерт, мы так его и называем конкурсный концерт, то есть программа составляется таким образом, чтобы зрителю в зале было интересно, чтобы это не было просто банальной такой, знаете, вариантом банальной просмотровой такой что ли программы, банальным просмотром. То есть это концерт, это концерт, выдержанный, составленный соответствующим образом по законам, скажем, этого жанра. И у нас в 11 часов, я уже знаю, что зал будет в любом случае, то есть это будут ветераны присутствовать в зале. Они с удовольствием вообще, с огромным удовольствием посещают концерты участников вот этой молодежи, которая, собственно, в новых аранжировках, новые интерпретации, исполняет произведения, скажем, вокальные, их молодости. Это абсолютно другое прочтение, и как радуются ветераны, и как блестят их глаза, и от слез, и от счастья, что вот это все живет, что это продолжается, что преемственность поколений, она имеет место быть не на словах. Вот, и второй концерт конкурсный у нас в 14.30, и он тоже, безусловно, будет проходить при таком достаточно большом скоплении зрителей. Кроме того, с удовольствием творческие коллективы, а приезжают, безусловно, лучшие коллективы, то есть их направляют города воинской славы, да, то есть и каждый город старается сюда направить ребят, которые, собственно, достойны того, чтобы представлять свой город. Это все очень так серьезно. И концерты отдельные дают коллективы, вот самые такие коллективы уже состоявшиеся, уже с такой, с багажом серьезным, они дают на наших окраинах в городе Ахангельске. То есть у нас пройдут концерты в Цигламини, на Бакарице, в Маймаксе, в Соломбальском территориальном округе. Вот специально для наших горожан в честь Дня защитника Отечества. Самое, конечно, главное для них испытание, это, безусловно, конкурсный день для участников фестиваля. Это будет 21 февраля в Архангельском городском культурном центре. 22 февраля у нас будет масса мастер-классов, дискуссий, круглых столов. Вот именно такое общение, общение по существу. Не общение ради общения, а, собственно, общение на тему, которая нас всех и объединяет. То есть нас объединяет тема патриотизма, нас объединяет тема вот этого гордого звания воинской славы города. И об этом и вокруг этого главным образом и будут происходить вот у нас коммуникации наши. Кроме того, члены жюри дадут, безусловно, мастер-классы. То есть после того, как они отсмотрят вот эти конкурсные программы, они поймут, в каком ключе необходимо работать на мастер-классах с участниками, с руководителями коллективов, представленных на фестивале. Вот это тоже, безусловно, интересно. Вот. Буквально и по хореографии, и по вокалу, и по художественному слову, и по видеосъемкам, видеофильмам, и по фотоработам. У нас будут проходить мастер-классы. Это все 22 числа. Ну а 23-го – это главный день, куда все стремятся, куда сегодня уже нет ни одного билета. То есть горожане просто разных поколений стремятся оказаться в театре драмы, на галаконцерте нашего фестиваля. Это будет 23 февраля. Ну а закончится фестиваль у нас. И фестиваль, и, собственно, этот день 23 февраля, День защитника Отечества, праздничным салютом на набережной Северной Двины в 20 часов в районе площади Мира. Ну праздник насыщенный, да, конкурсная программа очень большая, интересная. Приезжает 115 участников из других городов, 180 участников – это молодежь нашего города. Будет присутствовать Северодвинск в конкурсной программе. Скажем, радует то, что с каждым годом активнее и активнее проявляется Архангельск, безусловно, в этом фестивале. Дело чести, мы хозяева, мы должны проявить себя на высоком уровне. То есть из года в год участвуют, безусловно, в этих программах студенты, участвуют колледжи культуры, музыкального колледжа. В этом году участвуют, это уже не первый год уже, студенты САФУ, СГМУ. Масса колледжей наших и телекоммуникации, и экономики торговли, и лесотехнические, и Воронинский институт, филиал Воронинский, наш Архангельский. В общем, очень активные студенты в этом году. То есть программа фестиваля, я думаю, будет очень интересной, очень насыщенной, очень яркой и разноплановой. Глафира Геннадьевна, вы уже помянули о мастер-классах. Кто будет участвовать в мастер-классах? Это участники, конкурсанты, либо зрители? Для кого они предназначены? Ну, скажем, если мы говорим о мастер-классе по вокалу, то, безусловно, на этот мастер-класс приглашаются руководители коллективов вокальных студий, вокальных ансамблей, которые привезли сюда свои конкурсные работы. И, кроме того, безусловно, сами участники, главным образом солисты, которым тоже очень опытный профессионал. Это Анна Аверина, это, вы знаете, наша землячка, выходец из нашего города, из Маймаксы, которая сегодня работает в Москве, очень успешно в концертной деятельности она проявляется и преподает в Московском государственном университете культуры, как раз вокал эстрадный, джазовый. Поэтому ей, безусловно, будет чем поделиться и своим профессиональным опытом, и, скажем, теоретическими своими знаниями. И после того, как будут оценены уже все конкурсные работы, безусловно, она поймет, о чем, собственно, с ними, с людьми, которые придут на этот мастер-класс, говорить. Мастер-класс все очень ждут. Это у нас вот третий год. Мы уже практикуем эту тему, чтобы, помимо того, что мы себя показали, проявили, мы обязательно услышали мнение профессионалов о себе. Я здесь говорю «мы». Это, как говорится, от лица участников конкурса. Это очень важно. Ибо, вот, скажем, прежде всего, аплодисменты зала — это великолепно. Это, конечно, очень-очень так дает такую мощную мотивацию для последующего творчества. Но человек, который вдумчиво и серьезно занимается творчеством, ему очень важно слышать мнение профессионалов. И очень часто, конечно, мнение, скажем, зала и мнение профессионалов, оно не совсем совпадает. И, безусловно, аплодисменты зрителей — это прекрасно, но услышать мнение опытного профессионала — это очень важно. Это дает мощный толчок к развитию. Как раз о профессионалах. А кто будет оценивать конкурсантов? Вот одного человека я уже назвала, это Анна Аверина. Кроме того, хореографию будет оценивать у нас Светлана Анофриева. Это преподаватель Санкт-Петербургского университета культуры и искусств. Будет в составе жюри наш уважаемый и любимый певец Игорь Перфильев. Будет у нас мастер художественного слова, преподаватель колледжа культуры и искусств Ольга Супрон. Будет у нас наша заслуженная артистка России Алла Сумарокова. То есть будет у нас Лариса Ковлишенко. Будет у нас Тамара Статикова. То есть это то, что касается видеофильмов, что касается вот этого направления. Дело в том, что жюри у нас компетентно, безусловно, в разных жанрах и в разных направлениях. Но мы стараемся, чтобы непременно по всем, скажем, номинациям, по всем жанрам, представленным в этом фестивале, обязательно был профессионал, который безукоризменен. То есть можно говорить там, я режиссер, допустим, и я, безусловно, понимаю, что есть хорошо, что есть плохо, и могу оценить работы на конкурсе на этом. Но, безусловно, есть нюансы чисто профессиональные. То есть, безусловно, вокалистов должен оценивать специалист по вокалу. Скажем, хореографические номера должен оценивать хореограф. Это бесспорно. Скажем, художественное слово должен оценивать мастер художественного слова. То есть вот это мы безукоризненно, скажем, исполняем и преследуем вот эту необходимость соблюдать непременно. Это как раз и доверие. У нас не бывает, скажем, спорных ситуаций. Хотелось бы, чтобы их не было и в этом году. Я в это очень надеюсь. То есть жюри очень объективно и справедливо оценивает участников конкурса. То есть это должно быть объективно. Когда это объективно, это не вызывает споров. Когда начинается какое-то лоббирование чьих-либо интересов, безусловно, это всегда вызывает и кривотолки, и недоверие. Но уже то, что на наш фестиваль ежегодно стремятся одни и те же города, что приезжают те же коллективы, которые участвовали, это говорит о доверии. Как раз говорит о доверии и к судейству, к комиссии жюри, которую мы собираем. Ну вот тогда от темы судейства перейдем уже к теме приятной, а к теме наград. Какие награды ждут победителей? Ну, знаете, самая главная награда, наверное, вот тебя заметили, оценили. Это самая главная награда. Безусловно, мы стараемся, чтобы Архангельск запомнился. Несем, безусловно, тему патриотизма, тему города воинской славы. То есть специальные такие кубки у нас изготавливаются для победителей, для лауреатов фестиваля во всех номинациях, где отражена как раз тема города воинской славы. Кроме того, премии, денежные премии, которые мы просто перечисляем на счета, на лицевые счета в банках участников. То есть первая премия у нас 10 тысяч рублей. Это в номинациях профессиональных и в номинациях любительских. Это у нас 5 тысяч рублей. Невеликие деньги, но, тем не менее, это тоже мотивация. Кроме того, конечно, Архангельск. Мы проводим этот фестиваль при поддержке правительства Архангельской области, то есть в рамках государственной программы именно по развитию молодежной политики, по патриотическому воспитанию. Они оказывают нам, безусловно, поддержку тоже в проведении этого фестиваля. Но главная, конечно, нагрузка ложится на мэрию города и на наш городской бюджет. И они оплачивают, наши участники, проезд сюда. То есть полностью их проживание, их передвижение по нашему городу, вот этот весь призовой фонд, питание участников. Архангельск берет на себя с учетом тех ресурсов, которые нам удается аккумулировать, соединить во время проведения этого фестиваля. А у конкурсантов будет время посетить город, съездить какие-нибудь остальные ресурсы? Да, у нас продумано несколько экскурсий. То есть это и обзорная экскурсия по городу, это наши малые карелы тоже. То есть кто там не бывал, безусловно, им будет предложено туда поехать. Вот это главные, так скажем, моменты, где они могут побывать. Кроме того, у нас будет вечер дружбы, где тоже многое, скажем, им станет понятно о нашем городе, кто здесь будет впервые у нас присутствовать. Вечер дружбы у нас 20-го, как раз они начинают собираться в этот день в Архангельск. Кто-то приезжает 19-го, очень немногие. В основном прибытие 20-го числа. И вечером мы собираемся на новые для нас площадки. Это торгово-развлекательный центр «Титан-Арена». Значит, именно там у нас будет вечер дружбы. И даже для наших Архангелогородцев, для многих, эта площадка, так скажем, будет впервые. Мы будем знакомиться с этой площадкой. То есть это тоже будет, так скажем, как-то отражать ситуацию в нашем городе, отражать его особенности, отражать то, как он развивается. То есть вот таким вот образом. То есть стараемся показать разные площадки, разные места. И то, что они поедут по нашим окраинам, они тоже будут видеть город таким, каков он есть. Кроме того, они примут участие у нас участники фестиваля из других городов в церемонии возложения цветов и к Вечному огню, к монументу Победы 23 февраля, и к Стелле Архангельс, город воинской славы. Будет много пеших, тоже вот по Чумбаровке таких вот путешествий. То есть будем стараться, ну, показать наш город таким, каким мы его любим. Ну, пожалуй, основная тема фестиваля, как я понимаю, это развитие патриотического воспитания молодежи. Конечно. А какие вот программы по этому направлению будут в фестивале? Ну, во-первых, наш фестиваль проходит под патронатом и при таком деятельном участии исполнительные дирекции Союза городов воинской славы. И директор исполнительный Сунгуров Игорь Витальевич, он к нам приезжает специально для участия в этом фестивале. И этой дирекции учрежден специальный приз для участников фестиваля как раз за творческое раскрытие темы города воинской славы. Кроме того, нас поддерживает также и исполнительная дирекция Союза городов Центра и Северо-Запада России. И они тоже учреждают отдельные призы, помимо тех наград, которые там будут лауреатом, дипломантом первой, второй, третьей степени. Будут еще специальные призы от этих наших исполнительных дирекций Союзов городов. Кроме того, в этом году мы активно работаем по теме круглого стола, как раз тема патриотическое воспитание молодежи. Именно такой практический аспект. То есть будем, во-первых, слушать друг друга, каковы же наработки, каковы успехи, каковы новые идеи в этом направлении имеются в том или ином городе, то есть обмен опытом. А на следующий день, после того, как, скажем, будет уже несколько переосмыслено все, что было услышано в процессе круглого стола, причем есть города, как Анапа, Курск, Белгород, они будут участвовать в круглом столе дистанционно, то есть в виде такой форме видеоконференц-связи. То есть это тоже будет практиковаться у нас впервые в этом году. На следующий день у нас состоится дискуссия. То есть мы как раз будем говорить и с теми, кто профессионально занимается, скажем, воспитанием молодежи подрастающих поколений, то есть специалисты такие едут специально для участия вот в этих мероприятиях, которые я только что назвала в рамках фестиваля, то есть круглый стол и дискуссия. Кроме того, представители молодежи, которая тоже приезжает участвовать в качестве конкурсантов, и представители нашей молодежи, то есть это и Молодежный совет Архангельска, те как раз ребята, которые ведут направление патриотического воспитания в этом коллегиальном органе молодежного самоуправления. Кроме того, лидеры, участники разнообразных общественных организаций нашего города. То есть будет дискуссия, что мы сегодня предлагаем молодежи вот в этом направлении, и как молодежь это воспринимает. Нужно ли учитывать, скажем, тенденции моды в этом вопросе, казалось бы, да, такое патриотическое воспитание, так ли это вот всегда незыблемо и из поколения в поколение одно и то же, или существуют некие все-таки инновации и изменения в зависимости от того, в каком мы веке, собственно, живем, и что сегодня наша молодежь, да. Кроме того, я уже говорила в самом начале, сегодня такой вот возраст, кто родительский, да, кто сегодня воспитывает своих детей, это как раз те, чье становление пришлось на 90-е. То есть насколько актуальна сегодня тема работы с родителями детей нынешних, да, для того, чтобы вот у нас и преемственность поколений продолжалась, и мы помнили, кто мы и откуда, и мы помнили, что было до нас, и что те поколения предыдущие сделали для своей страны, для России, для того, чтобы город стал городом воинской славы и так далее. То есть вот эти вопросы, они, безусловно, будут обсуждаться, и дискуссия, естественно, мы ее сейчас выстраиваем, и хотелось бы, чтобы это был такой заинтересованный разговор, не просто отчеты друг перед другом, а на самом деле была дискуссия, были споры, в которых, как известно, рождается истина. Ну хорошо, сейчас тогда уже конкурсом опять же вернемся. Я думаю, многие жители захотят посетить мероприятие. А где можно узнать о планах проведения, о программе проведения? Есть такие? Ну, мы сегодня люди уже интернета, да, поэтому зайдя, скажем, на сайт мэрии города, вы там увидите программу фестиваля подробную, где что будет происходить. Кроме того, она, безусловно, напечатана у нас в газете «Архангельс, город воинской славы», подробная программа. Кроме того, буквально все средства массовой информации так или иначе получают у нас информацию, обращаются к нам за ней и размещают информацию именно в своих печатных изданиях и, скажем, на интернет-ресурсах. Поэтому, в принципе, информацию ее никто не скрывает. То есть ее достаточно для того, чтобы, если у меня есть желание, скажем, посетить какое-то мероприятие, я найду эту информацию, я пойму, когда и куда мне нужно идти. Хорошо. Фестиваль «Помним, гордимся, верим» — это уже хорошая, добрая традиция. Она будет продолжена? Безусловно. То есть я уверяю горожан наших и тех, кто к нам приедет, скажем, для участия в этом фестивале, что 23 февраля 2016 года мы встретимся в Архангельске вновь. Это очень замечательно. Глафира Геннадьевна, я благодарю вас за беседу. Ну и, конечно, пожелаем всем участникам, гостям фестиваля ярких эмоций, отличных выступлений и настоящего праздника. Спасибо. Спасибо вам. В студии программы «В центре внимания» была начальник управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска Глафира Балиева. А Елена Гончарова с вами прощаюсь. Всем удачи и оставайтесь с телеканалом ПС.